Прежде чем говорить о том, что интересует нас с вами более всего, то есть закупки, мы с вами должны посмотреть, а какова наша современная макроэкономическая ситуация, потому что от того, куда движется наша экономика, будет зависеть и то, сколько у вас будет средств, а значит, сколько вы сможете купить. А наша экономика, к сожалению, движется в не очень хорошую сторону сейчас. Мы еще не в состоянии рецессии, как были европейские страны в 2012 году, но во всяком случае мы уже находимся в состоянии стагнации. А стагнация – это значит не растут бюджетные средства, и вы знаете, что в этом году было проведено секвестирование бюджета, мы трех дней не принимаем бюджет, в прошлом году мы приняли на 2014 год, и уже в конце прошлого года мы вынуждены были сократить на 5% все растутные статьи бюджета, прежде всего по закупкам, на 130 миллиардов сократились, прежде всего закупки. Значит, в этом году, уже сейчас мы с вами скажем, снизились прогнозы Минэкономразвития на рост в 2014 году, в 2015 году, поэтому особого роста средств вам выделяемых ожидать не приходится. Значит, что нужно делать? Надо все больше и больше экономить то, что вам выделено. Итак, посмотрите, как стремительно росли расходы государственного бюджета нашего, да, и как мы планировали рост достаточно существенный, особенно вот в 2015 году, рост расходов. Но, скорее всего, уже этого ожидать нам не приходится. В соответствии с ростом государственных расходов росли и количество закупок, вот вы видите количество соотношения лозов по электронному аукциону и конкурсу. Видите, значительно более высокая доля электронного аукциона, хотя по стоимости соотношение уже другое, да, это говорит о чем? Через конкурс все-таки проводятся наиболее масштабные закупки. И мы с вами в соответствии с 44 ФЗ уже должны больше не использовать конкурс. И уже, наверное, слышали, что мы переводим, но не мы, а эконом-развитие, переводим конкурс в электронную форму. Это реализация той голубой мечты, которая была у нас еще в начале 2000-х годов, когда в европейских, во всяком случае, странах осуществлялись электронные закупки посредством электронного конкурса. Вот электронные аукционы это наши новации. Это мы ввели это. Только недавно, в прошлом году, Юнсентрал, типовой закон ООН по закупках, ввел электронный аукцион как такую нормативную форму. А до этого мы, во всяком случае, были такими новаторами в этой сфере. Но теперь вот и конкурс мы тоже, как и все, будем осуществлять в электронной форме. Итак, макроэкономическая ситуация наша. Но прежде чем говорить об этом, немножечко теории. Каждая экономическая система в своем развитии проходит три этапа. Первый – это возрастающее развитие, становление, развитие системы, зрелое состояние и развитие системы понисходящей. И следующая система. Капитализм и метрофеодализм зарождается, становится, возрастает, достигает зрелого состояния и развивается так же, как и все предыдущие системы понисходящие. Более того, в последние три десятилетия уже трижды поменялось название общества, которое приходит на смену капитализму. Капитализм – это индустриализм. В 80-е годы, еще начиная с Гелбрейта, новое формирующееся общество, называли постиндустриальное, индустриальное – постиндустриальное. В 90-е годы, в связи с массовым распространением компьютера, ученые развитых стран стали говорить, что там формируется информационное общество, информационная экономика. А вот уже с 2000-х годов, начиная с Кастельса, экономисты считают, что в разных странах формируется неоэкономика, нео-новая, то есть экономика, основанная на знаниях. Уже не просто информация становится доминирующим ресурсом, а становится знанием. И тот, кто производит или покупает знания, тот, в общем, становится лидером соответствующей экономической ниши. Я думаю, что в нашей новейшей экономической истории выделяется уже по меньшей мере шесть этапов. Прежде всего, это 90-е годы, когда у нас происходило, осуществлялось становление основы экономической системы, новой, рыночной. Этот процесс, как вы все знаете, сопровождался масштабным трансформационным спадом производства. После кризиса 1998 года, который создал благоприятные конкурентные условия для отечественного производства, обесценив рубль, доллар стал дорогим, импорт стал дорогим. И наши отечественные предприниматели стали осуществлять замещение импорта. И у нас начался так называемый восстановительный рост, источником которого является введение в действие простаивающих мощностей. Но с 2003 года у нас вдвое выросли темпы развития. За счет чего уже простаивающих мощностей было мало, значит, начал действовать другой фактор. И я думаю, ну, мы все это знаем, начали действовать инвестиции. И у нас начался инвестиционный тип роста. Но я думаю, что это был хотя инвестиционный, но имитационный. Потому что что внедряли наши предприниматели? А то, что они видели на Западе, дает хорошую отдачу. И мы осуществляли имитацию инноваций. Да, карты электронные, которыми мы все с вами теперь уже пользуемся. Это там 50-летней давности инновация. А мы их только начали внедрять в 90-е годы. Мы имитировали то, что было осуществлено достаточно давно уже в других странах. С 2006 года Владимир Владимирович Путин выступил с идеей модернизации. Раньше мы реформировали, а теперь стали модернизировать все то, что мы раньше реформировали. И у нас начался модернизационный этап, который был прерван дошедшим до нас в сентябре 2008 года мировым финансовым кризисом. И так же, как и все, мы вот с четвертого квартала опустились в причину этого глобального кризиса, из которого ни мировая экономика не выйдет до сих пор. Мы вроде бы начали выходить вот уже со второго полугодия 2009 года у нас начались положительные темпы роста. Но тем не менее, значит, вот вся эта глобальная нестабильность опять оказывает влияние на нас даже уже с позапрошлого года. Каковы же особенности функционирования нашей современной, сегодняшней, вот в январе 2014 года экономики? Потому что вы должны знать, что у нас сегодня происходит с экономикой. И, соответственно, планировать, прогнозировать свою деятельность. Потому что вы все должны планировать, да, да еще открыто, все теперь видят, что вы там собираетесь закупать. И уже, наверное, видели, замечала, по-моему, да, говорила о том, что вот в муниципалитете, бюджет которого 20 миллионов всего на год, а, значит, голова собирался себе купить там Тойоту за миллион восемьсот. Поскольку план был объявлен, да, закупка вывешена, увидела общественность, что это такое, и, в общем, пришлось снять такую закупку. Прежде всего, прежде всего, к кризису мы подошли с удвоенной практически кризису 2008 года, мы подошли с удвоенной экономикой практически. Ну, кто помнит начало 2000-х годов, когда у нас была программа дерегулирования экономики ГРЭФа, значит, тогда была поставлена задача удвоить за 10 лет ВВП. Почему удвоить, не удвоить, не на 50%? Кто-нибудь слышал, знает? Потому что в Китае за последние три десятилетия произошло три удвоения ВВП. Ну, мы посмотрели на Китай и решили, что мы тоже сможем за 10 лет удвоить наш ВВП, тем более у нас на 50% упал. То есть мы практически только восстановить должны были за 10 лет утрачены. Ну, и действительно почти восстановили. Причем о том, что это не только количественный рост, но и качественные изменения в экономике, свидетельствует внедрение более современных технологий, экологических, более технологий. Вы видите, о чем свидетельствует сокращение выброса вредных газов. Важнейшей особенностью в нашей современной экономике, которая, к сожалению, усиливается, является доминирование на рынке госзакупок, вообще на всех наших национальных и региональных рынках, олигополистических структур. Кто недавно учился о олигополе, что это такое? Олига, несколько полиопродавцов, несколько крупных продавцов на рынке. Естественно, если их несколько, то они определяют ценовую политику. Какая ценовая стратегия на таком рынке? Кто маркетинг изучал? Нет? Ну, сговорили. Ну, не совсем сговор. Сговариваться нельзя. За это можно мы сейчас с вами посмотрим, как это можно получить, миллионные штрафы за картилизацию, да? А вот смотреть на лидера можно и следовать за ним. Олег Перв, топ-менеджер Ухорова, нашим президентам каждый раз весной обещает, цены будем держать, повышать будем, посевную кампанию проведем нормально. Потом прошла уборка, все пошло вверх, да? Все на него смотрят и за ним следуют. Следование за лидером. Я являюсь членом еще нашего общественного консультативного совета УФАСа Ростовского. У нас мы анализировали рынок ГСН Ростовской области. 9 крупных фирм. Это классическая олигополия. В экономической теории олигополия это до 10 крупных фирм на рынке. Причем 23% объема продаж приходится на лукою. То есть это олигополия, да еще и с доминирующей фирмой. Все смотрят на лукою и вот следуют за ним. И следуют за ним. Какой мы с вами можем вывод сделать? Цены на наших рынках еще очень далеки от рынка совершенной конкуренции. Конечно, это идеальная модель. Но во всяком случае более-менее приближенная к этому. Цены на наших рынках завышены. Причем в условиях кризиса происходит усиление этих олигополистических структур. Потому что что происходит в кризисе? В кризисе происходит банкротство. Что с банкротами? Они же не исчезают. Что с ними делают более? Забирают капиталы, покупают. Происходит слияние и поглощение, то есть происходит укрупнение. Вот давайте посмотрим, каковы перспективы изменения интенсивности и стрессовости вашей работы. В конце 90-х годов на территории России функционировало 47 тысяч предприятий и организаций. Командно-административная экономика. Малоэкономический субъект. Теперь посмотрите, сколько у нас, во сколько раз увеличилось, на сколько порядка, сколько нолей дописали. Нолей. Один, два, да? То есть на сто, на два порядка число экономических субъектов выросло. Определенная степень рыночной конкурентности достигнута. Но на каком уровне, мы только что с вами сказали? На уровне олигополии. И не более того. Причем, вот мы с вами сказали, происходит сокращение числа экономических субъектов. Вот смотрите, у нас было банков два года назад почти тысячи. Теперь, ну, год назад, вот, чуть меньше 900, а теперь еще больше, да? То есть еще меньше, еще больше лицензий от ТОЗО. То есть число банков у нас сокращается. А когда-то в 95-м у нас было вообще 2,5 тысячи. Если мы с вами сравним нашу экономику, число экономических субъектов, с цивилизованными, развитыми экономиками, то, например, в Соединенных Штатах 13 тысяч коммерческих банков, по сравнению с нашими, да? В крестьянских хозяйствах у нас четверть миллиона и никак не увеличивается. Хотя, в соответствии с программой 500 дней, как дата юбилитского программа была в 91-м году, у нас за 500 дней должно было быть создано 2 миллиона семейных ферм. Почему не 3? Кто-нибудь знает? А то, что в Соединенных Штатах 2 миллиона семейных ферм. Мы посмотрели туда и решили, что да, тоже сможем создать. Но, к сожалению, вы видите, до сих пор, 20 лет прошло уже больше, до сих пор в 10 раз внушем. Малые предприятия. Малые предприятия. Значит, мы теперь их в 2008 году выбили новый закон о малых предприятиях. И там разделили малые и микро, да? Но оказалось, что малых мало. И поэтому мы все-таки считаем их с микро предприятиями. И вот с микро предприятиями у нас число малых предприятий растет. Но в Китае, например, только в сельской местности, то есть существует 24 миллиона волосных промышленных предприятий. То есть вот этих малых предприятий в сельской местности. Неквалифицированная рабочая сила, трудоизбыточное христианство, полкустарное производство, не очень качественная продукция, но относительно дешевая, во всяком случае, соответствующая владежеспособному спросу российского населения. Спасибо китайцам. Надевали, обували нас трудные годы, да? Теперь мы пытались их депортировать, но они уже проросли корнями. Во всяком случае, у нас на Темернике вот эти дети от этих корней, да, уже обусловливают определенную такую сложную обстановку в этом районе. Поэтому, как вы видите, перспективы роста числа экономических субъектов у нас еще очень большие. Значит, число участников торгов будет только расти. Шаронов, когда уходил с поста нашего акулатора, говорил, очень низкий уровень конкуренции на торгах, надо, чтобы там было не меньше 20 участников торгов, а лучше 50, а вообще надо стремиться к 200. Вам, наверное, уже говорили, у нас есть фонд содействия 21 век. Когда мы выходили на этот рынок в 2000 году, у нас было 3,4 участника торгов. В 2005 году, когда мы сопровождали региональный заказ, у нас уже было 10. Одно дело, когда мы имели дело с тремя-четырьмя, да, и совсем другое, совсем другая интенсивность работы, когда их стало 10. Кроме того, каждый участник торгов становится все более юридически грамотным, да, нанимает юристов, штат берут, да, или фирму-обсорсер, которая сопровождает участие в торгах. Поэтому малейшие ваши нарушения процедур, я уже не говорю о более существенных, процедур, ведет к жалобам, прежде всего, в ФАС, причем неоднократно. Вот мы на этом общественном совете трижды рассматривали жалобу одной компьютерной фирмы, которая никак не могла согласиться с результатами торгов. Ну, а если ФАС удовлетворяет, идут дальше, да, дальше это судебные инстанции, идут в суд. У нас в ходе содействия, по-моему, пять лет назад, тоже было четыре иска. Каждый иск – это не одно заседание суда, хотя мы знаем, что мы правы, но все-таки каждый суд – это определенный стресс. Значит, интенсивность вашей работы будет расти, стрессовость вашей работы будет расти. Если в прошлом году я могла сказать за ту же самую заработную плату, то в этом году пока не прогнозируется индексирование нашей заработной платы, да, а инфляция все-таки будет, поэтому, скорее всего, заснижающуюся, да, реальную заработную плату. Вы погрустнели? Очень. Но такова наша экономическая современная реальность. Посмотрите, впадина, которая у нас в середине 90-х годов особенно глубокая. Фиолетовый – это ВВП, а голубенькое – это реальный сектор, промышленность, сельское хозяйство и так далее. И вы видите, что реальный сектор просел более глубоко, чем валовой внутренний продукт, который мы с 89-го года перешли на мировую международную планшету. Банковский и страховой сектор у нас рос, а реальный сектор просел более глубоко. По оценкам мы утратили до 45% ВВП и до 60% реального сектора за условия этого трансформационного стада. Второй закономерностью нашей современной экономики, второй особенностью нашей экономики является замедление темпов экономического роста, о которых мы уже с вами сказали. Мы очень хорошо, посмотрите, росли в так называемые тучные годы. Мы теперь понимаем, что 2000-е были богатыми для нас годами с очень высокой конъюнктурой нефтяного рынка. Средний темп прироста составил около 7%, и это в два раза выше темпа роста мировой экономики. Но и упали, посмотрите, мы, глубже всех. Откуда начался кризис 2008-го, кто помнит? С какой страны? Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах в 2009 году падение производства ВВП составило минус 2%, хотя инициатор мирового пожара, да? А у нас ведь почти 8%. Почему? А потому что, я думаю, наша экономика еще находится вот здесь, да? Первую картиночку, если помните. Она все еще сохраняет трансформационные черты. Поэтому ее реакция на мировой кризис была не совсем такой, как в других странах с проречной экономикой. Мы неплохо выросли в 2010-м году. В 2011-м мы тоже планировали 4% прироста, а получили 4-3%. Почему? Кто знает? Почему? На что нам нужно было идти в 2012-м году? На что мы шли? Можно перекать на китайцев? Нет. Нет, нет. У нас были выборы. У нас было начало нового политического цикла. Так же нам нужно было с хорошими показателями. Причем это не фальсификация. Не фальсификация. Потому что все везде видно. Вот сейчас, через пару месяцев, даже меньше, да, через пару месяцев, уже на Чикагской бирже будет известно, сколько в Ростовской области засеяло зерно. Уже будут прогнозироваться цены. Более того, мировое сообщество может проследить, проследить экономическую динамику по динамике ночной освещенности территории. Конго, знаете, в Африке такая страна, да, плачет в мировом архитмурном фонде. Дайте, пожалуйста, у нас засуха, 10 лет у нас темпы падают. Ну, пожалуйста. А они говорят, нет. У вас интенсивность ночного освещения территории растет. Экономика у вас развивается. Поэтому ничего мы вам не дадим. Ясно, что это действительно экономический рост. Но за счет чего он был получен, кто знает? Кто может предположить? За счет чего он был получен? Нерфть высоко. Нерфть высоко. Еще? Государственные. Государственные. Конечно, конечно, это государственные инвестиции. Действительно, мы раскупурили, да, наши стабилизационные фонды, а с этого года еще больше их собираемся вкладывать в реальную экономику, добились, наконец, коммунисты. И действительно, мы получили более высокие темпы роста, чем планировали. Но уже с 2012 года мы упали, как вы видите, недовыполнили. А в этом году, хотя мы планировали, простите, в прошлом, хотя мы планировали 3,5 темпа прирост, в марте снизили до 2,4%, а в декабре до 1,4%, потому что за январь, ноябрь, а 1,3% темп роста ВДП. За счет чего будет получен еще одна десятая, ну, трудно сказать, но, может быть, преддверие как в Олимпиаде немножечко встревнет, в вашей экономике. Но, как вы видите, естественно, мы планировали 3,5% прирост, на этот прирост мы планировали налоги, из этих налогов мы планировали расходы, в том числе и ваши, да? Но не получили этого. Значит, значит, хорошего в первом квартале ожидать не приходится. Ну, вот это то, о чем мы с вами сказали. А на 2014 год, смотрите, по сравнению с прошлым годом установленным, уже на 0,5% снизили до 2,5% роста ВДП, и на 2015 год тоже понижены темпы нашего, прогнозируемые темпы нашего клинического развития. Мы считали, что мы будем расти темпами 4, мы видим, в начале прошлого года даже говорил 5, у нас были темпы прироста. И в результате, через 20 лет, мы бы догнали, да, некоторые страны ЕС. Но теперь этого ожидать не приходится. Кроме того, вы видите, я сказала, что это не только следствие снижения темпа прошлого года, это было и позапрошлым году, да? И даже строительство 2 года назад уже начало стагнировать. Ну, и, соответственно, снижаются и запросы предприятий на кредиты, и снижается прибыль, снижается рентабельность. Более того, изменился демографический тренд даже. Хотя безработица не растет, но занятость снижается. Увольняют, ну, либо сокращают вакансии. Наша область развивается нестолько лучше, чем экономика России в целом, в среднем. Потому что, видите, у нас более высокие темпы ростового регионального продукта. И даже в прошлом году, при общем снижении промышленного производства по России в среднем, у нас в области все-таки почти 5% составил рост в промышленности. Раз у нас такая, как вы видите, складывается нестабильная экономическая динамика, значит, это обусловливает и нестабильность динамики жизненного уровня нашего населения. Тоже, как вы видите, мы хорошо росли в 2000-е годы, но в условиях кризиса, посмотрите, что произошло. У большинства, да, это же мы большинство с вами, доходы упали, да, а средние не только не упали, а чуть выросли. За счет кого? Олег. Олег. Совершенно верно. Хотя, в октябре 2008 года, когда у нас капитализация фондового рынка упала на 500%, 10 наших самых богатых СМИ плакали, мы потеряли 3 четверти состояния, тем не менее, что происходит в условиях кризиса? Бедные беднеют, а богатые богатеют. В 2010 году, ну, нормальные темпы прироста доходов населения. А что произошло в 2011 году? А в 2011 году это же хуже, да, чем было в условиях кризиса, да же? Когда-то почти 2%, а здесь соты, десяты. Почему это произошло, по моим оценкам? Потому что, наверное, вы знаете, есть 3 траектории посткризисного развития. Доски, к сожалению, у нас нет, но, значит, на пальцах. Первая – это Ви. Падали, как мы с вами показывали сейчас, растем. Вторая – Эй. Падает, английская, стагнация, начинается рост. И, наконец, третья – это Ви. Упали, поднялись, и вторая волна кризиса. Вот в 2011 году, в связи, помните, со сложной ситуацией в зоне евро, когда преддефолтное состояние было у ряда новых стран Европейского Союза. Эти слухи о том, что все упадет, да, что все будет плохо, они очень негативно воздействуют на предпринимательскую активность. Поэтому, что делают предприниматели в условиях, когда-то все дослышат, все будет плохо, все будет плохо. Что они делают? В кэш перейдут все. В кэш. В кэш. В кэш. В кэш. В кэш. В кэш. Финансы. Они экономят на все, так же? Они сжимают издержки. Какой вид издержек они, прежде всего, сжимают? Заработная плата. Заработная плата, совершенно верно. Что и произошло вот с этими реальными доходами. Но уже в 2012 году вновь вышли почти на традиционный темп прироста стабильный. Но в этом году вот уже несколько ниже темп прироста доходов населения в связи с снижением темпов экономической активности у нас в стране. Кроме того, наше население чрезвычайно глубоко дифференцировано по доходам. Дэцинный кодицин, дэцин, одна десятая, 10% самых богатых в отношении 10% самых бедных семей. Вы видите, он у нас составил около 17 даже, вы видите, да? В 1993 году я защищала доторскую диссертацию как раз по проблемам распределения доходов. Мы тогда были новой рыночной страной, у нас дифференциации практически не было, у нас был дэцин 4,8. И прогнозируя, что будет, я смотрела на страны с... У нас, в общем-то, нестабильная была экономическая ситуация, на страны с нестабильной экономикой. Это были латиноамериканские страны. Так вот, в латиноамериканских странах дэцин составлял 16-17. Какой вывод можно было сделать в тот период? Если дэцинный коэффициент в России достигнет 16-17, революция неминуема, да? Но пока революции у нас нет. У нас были протестные движения, которые в связи с тем, что они перестали носить организационную форму, называются теперь протестные брошения, да? Но, тем не менее, вы видите, и ВТО оценивает дэцин, вот критический уровень, да? Ну, правда, у нас в России, когда революция была, он был превышен почти двое. Достаточно большая доля населения у нас проживает за чертой бедности. Наш прожиточный минимум, да, конечно, не сравним с Соединенными Штатами или Великобританией, да? Если оценивать на таком уровне прожиточный минимум, то в Соединенных Штатах, вы видите, даже больше, чем у нас бедных. В ЕС тоже. Хотя, бедность оценивается не только как уровень доходов, вот видите, сколько это получается, больше тысячи евро в год, да, в европейских странах Великобритании. Но и еще, что имеет семья, да? Если имеет, если ездит на отдых в Египет, то нам они относятся к категории бедных семей. И тоже, если бы у нас были вот такие темпы роста 4, там, с лишним процента, то мы бы через, видите, сколько лет, достигли бы уровня французов. Средняя зарплата у нас немножечко снизилась, вы видите, уже по сравнению с июнем месяцем максимальная у нас была заработная плата. Хотя, темпы роста реальной заработной платы выше темпа роста ВВП достаточно существенно. У нас в Ростове тоже, как вы видите, заработная плата зрения достаточно высокая, совпадает со зрения у России и со зрения на крупных предприятиях. Ну и у нас тоже на крупных предприятиях. Теперь мы с вами переходим к анализу инфляции. Что такое инфляция? В чем проявляется инфляция? Вот как вы видите, что у нас развивается инфляция? Да, рожа, цен, когда растут цены. Действительно, в экономической теории инфляция понимается более корректно, как ускорение темпа прироста цены. Вот смотрите, было 9%, стало 12-13%. Вот это инфляция, ускорение темпа прироста цены. Дезинфляция – это снижение темпа прироста цены. Дефляция – это абсолютное снижение цены. Вот в 2009 году, на моем веку, впервые произошло абсолютное снижение цен, когда цены на бензин снизились там на 1-2 рубля, на строительные материалы там и так далее. Это дефляция. В 2007 году, видите, существенно вырос индекс потребительских цен, существенно выросла инфляция. За счет чего? А у нас летом, если кто помнит, произошло стремительный рост цен на зерно. Зерно – это системообразующий рынок, потому что молоко, мясо, сыр и так далее, да, вот зерна. Раз здесь растет, значит и все остальные цены тоже растут. И начался ускоренный рост цен на продовольствие. Не только у нас, а во всем мире. Американские экономисты назвали этот процесс аграфляцией. Аграфляцией. Вот английского агрикалча – аграрная экономика. Источником прироста цен стала аграрная сфера. И вот у нас в прошлом году тоже цены достаточно высокие сложились, в 2012, простите, году, тоже цены несколько превысили уровень 2011 года за счет тоже того, что была засуха, да, начали опять, да, цены на зерно начали расти и стала развиваться опять у нас аграфляция. По этому году, вы видите, за три квартала пока мы планировали, 5-5,5% мы планировали инфляцию на 2013 год, но, вот, да, здесь и написано, но за три квартала у нас было чуть меньше 5%, хотя традиционно в последнем квартале, особенно в декабре месяце, у нас происходит такой рывок цен, поэтому пока еще данных нет, но я думаю, что мы все-таки превысим, к 6%, скорее всего, мы вышли по прошлому году. Вот у нас падали, это как назывался процесс, вот это? Дезинфляция. Дезинфляция. Вот это в седьмом году что началось? Инфляция, но конкретная какая? Агфляция. Агфляция. Потом кризис, это что? Дезинфляция и дефляция, абсолютно произошло снижение цен, здесь у нас тоже была агфляция, достаточно высокий уровень держался цен, и потом началась дезинфляция, агфляция, и по этому году выйдем, скорее всего, на некоторую, может быть, на полпроцента дезинфляция. Потому что вы видите, в прошлом году у нас в первом полугодии темпы роста цен все время были выше 2012 года, но летом произошел такой сезонный перелом и темпы прироста цен стали несколько ниже, чем в 2012 году. Безработица у нас, ну, во всяком случае, до третьего квартала прошлого года безработица у нас систематически снижалась. По третьему кварталу, к сожалению, еще пока данных вам не могу сказать, еще нет, но, судя по тому, что говорили о инаконном развитии, безработица не выросла, хотя снизилась занятость, то есть фактически уровень безработицы все-таки немножечко повысился, а абсолютно не выросла. Но давайте посмотрим на достоверность нашей статистики. «Посмотрите, на 1 ноября у нас было 141,8, а через месяц, да, ну, через два, через два, видите, сколько стало?» «Ускоренные темпы». «Откуда взялось?» «Миллион даже самыми ускоренными темпами не смогли бы». «Миграция». «Не совсем так, мы же учитывали, это же данные переписи, мы же учитываем не миграцию, а постоянно проживающих на территории России. Значит, сравнивая эти цифры, мы можем с вами сказать, либо вот это считается не совсем верно, мы как считаем, перепись 10 лет назад, да, плюс родившиеся, умершие, приехавшие, уехавшие, и получили вот столько. Получаем каждый месяц, да? А это, а это мы ходили, нас переписывали с вами, да, причем миллион вообще отказались переписываться. Значит, либо вот эта методология неверная ежегодного расчета, либо, значит, перепись мы провели как-то не особо иначе, достоверно. Ну, во всяком случае, нас сейчас год 143,4 миллиона. Причем за первое полугодие мы получили прирост, и более того, более того, мы зафиксировали, в 12-м году у нас был впервые прирост естественной численности, естественный прирост численности населения, то есть родившиеся, превысили умерших. И в прошлом году, ну, точно не могу сказать, еще нет конечных данных, но так все-таки предполагаю, что не только по месяцам, а по году будет естественный прирост численности нашего населения впервые с конца 80-х годов. первые, а первый прирост миграционный мы получили в 2008-м кризисном году, может, к нам со всех наших близлежащих приехали мигранты, не знаю уж, но во всяком случае получили прирост. потом несколько снижалось, и вот в прошлом году и миграционный прирост, в 12-м году и естественный прирост дали нам почти и почти прирост численности населения. это трудоспособные, из них экономически активное население, больше половины, видите, занятые, но легально работают только из них, то есть каждый второй не платит налог. мы теперь что хотим, мы хотим, чтобы покупали патент 1000 рублей в месяц, мигранты, домогозяйки, курьеры, таксисты там и все прочие, и, значит, вот, работайте свободно. скажите, домработница купит за 1000 рублей в месяц? нет, нет, поэтому ожидать, что с введением этой инновации повысится собираемость подоходного налога, мы тоже не приходится. это наши безработные, это реально безработных, мы так оцениваем, кроме методики международной организации труда, относится к безработным тех, кто не имеет работу, активно ищет работу и готов приступить к работе. а это официально зарегистрированные безработицы, безработные у нас в Ростовской области и в городе Ростове тоже, Ростов один из крупных городов России к самым достаточно низким уровням безработицы. вот видите, общий тренд падения безработицы, но сезонные зимой, да, бывает прирост даже безработицы в связи с тем, что строительство, сельское хозяйство и так далее. Ваучеры были розданы 148 миллионам российского населения, а осталось нас 143, причем в 90-е годы к нам приехало 15 миллионам наших соотечественников, то есть из наших постсоветских республик. Сколько вы, народ, миллионов, миллионов, если бы у нас продолжалась такая тенденция снижения численности населения, то даже ООН считала, что у нас останется вот столько только, хотя на земле, на треть, да, вырастет численность населения к середине века, но мы поняли, что ко всем нашим кризисам вдобавок у нас еще и демографический кризис, начали принимать пожарные меры по стимулированию рождаемости, видите, выросла, закупали томографы и посмотрите, снизилась смертность, да, выросла продолжительность жизни, мужчины стали доживать до пенсионного возраста, да, ну а женщины вообще живут достаточно долго после выхода на пенсию, поэтому что мы с вами можем ожидать, возобновления, дискуссии о повышении пенсионного возраста, во многих наших постсоветских республиках, уже государствах, уже это осуществлено, на Украине еще два года назад пенсионный возраст женщин повышен до 60 лет, а мужчин в производственной сфере остался 60, а в непроизводственной, в том числе и на государственной службе повысился до 63. Ну, у нас если и прогнозируется повышение пенсионного возраста, то будет осуществляться, там, может быть, слышали, три месяца в год, на три месяца в год повышаться. В соответствии с концепцией демографического развития, вы видите, нас ожидается к 2020 году, я всегда считала, что эта цифра утопичная, но все-таки, судя по тому, как растет численность населения нашего, можно, в том числе и за счет гранта, можно сделать вывод, что все-таки, может быть, мы достигнем. Но самые последние расчеты демографов наших, вы видите, говорят, что численность населения мы будем все-таки терять. Кончается, снижается эффект, который был дан материнским капиталам, уже не столь высокие темпы прироста рождаемости, ну и продолжают действовать. Мы сейчас как раз попадаем в ту демографическую тему, детей, которых не было детей практически в середине 90-х годов, они как раз вступают в детдоспособных возраст. Сохраняется экспортно-сырьевая направленность нашей экономики. Вы видите, в условиях кризиса, когда все упало, добыча нефти не только не упала, а даже чуть выросла. Мы понимаем, что у нас экономика страдает односторонней горбатостью, как Ленин говорил. Поэтому мы диверсифицируемся. Каким образом? Мы снижаем вывод сырья и настолько же хотим увеличить продукты переработки нефти. Из Новошахтинска кто-то есть? Ну, наверное, все знаете, у нас там, правда, это на территории Аксайского района, но рядом с Новошахтинском построен нефтеперерабатывающий завод, да? Кроме того, в 2012 году завод пластмасс построен. Прогнозируется строительство цементного завода и завода про утилизации шеи. Да если еще учтем горящий территорий шаг старых, да? Какие дети будут рождаться? Неполноценные здоровые. Дай Бог, чтобы так хотел. Понятно, да? Ну, это хорошо. А так это говорит о чем? О том, что больны больше. Значит, понятно, что экологическая ситуация будет ухудшаться, так же, в связи с тем, что мы будем перерабатывать на своей территории. А я думаю, что глобальной причиной мирового финансового кризиса 2008-2009 годов является что? Является планетарный перенос производства, который был осуществлен за последние 30 лет. Из развитых стран, развивающиеся, был принесен и сначала грязное производство, да? А потом и вообще все. Мировыми производителями стали Китай, Индия, Малайзия и так далее. И Соединенных Штатов нефтеперерабатывающий завод перенесли в Мексику. Рабочие поехали? Нет. Нет. Что они там забыли, да? А куда пошли работать с нефтеперерабатывающего завода? С достаточно высокой зарплатой. Куда они пошли работать? Сферу обслуживания, да? Совершенно верно. Сферу обслуживания. Действительно, за последние 30 лет в развитых странах сформировалась так называемая сервисная экономка, да? Стремительно выросла доля сферы услуг. По некоторым оценкам в Соединенных Штатах сфера услуг составляет 95% вывода. И только 5% реальный сет. Пошел работать в Макдональдс. Зарплата выше, ниже? Из нефтеперерабатывающего зала. Ниже. Семья хочет жить хуже? Нет. А что же делать, чтобы сохранить прежний уровень потребления? Вырывать. Кредиты? Кредиты. Конечно. Цивилизованные меры принимает семья, да? Берет кредиты. Действительно, весь мир живет в кредит. В январе 2009 года как раз кризисной в журнале The Economist была статья «Домохозяйка мать-одиночка должна банку 180 тысяч долларов». Как ей дали такие деньги? Ну, может быть, значит, там несколько лет назад, может, ребенок заболел, может, отправила учиться в Кембридж, да? Взяла там 50 долларов, да? Через год она приходит. А и банк что говорит? Не из них платит процентов. Что? Деньги на банк. Нет, а нет, нет, откуда? Реструктуризация. Правильно. Мы вам еще дадим. У нас денег много. Это были годы избыточной ликвидности в мире. Денег много. Мы еще дадим. Еще даже больше, не 50 и 55 тысяч. Еще, значит, нам заплатите и вам будет. Но по какой цене, по какой процентной ставке? По более высокой. По более высокой относительно. На следующий год банк что? Ну, проблем, да? Пожалуйста, мы еще дадим. В результате в сентябре 2007 года еще 3 миллиона заемщиков соединенных штатов. Умножьте еще на членов семьи, да? 3-4. Оказались неплатежеспособны. Причем о телекредита речь не шла. Речь шла о том, что выросли вот эти проценты, доходов на оплату которых у заемщиков не стало хватать. Что и привело к кризису сначала на рынке ипотечного кредитования, потом в банковской сфере, вондовом, а потом и реальность. Мы с вами сказали, что мы ничего переносить не будем никуда, мы будем все перерабатывать у себя. Но это, естественно, ухудшит экологическую обстановку у нас. Конечно, я несколько утрирую. Вы видите, реальная диверсификация нашей экономики осуществляется. Доля обрабатывающих производств у нас понемножечку растет, как и доля инновационной продукции. Следующие – это деньги, о которых мы в перерыве немного говорили. Это коэффициент монетизации экономики так называемой. Это отношение общей денежной массы к числу, к объему товаров, стоимости товаров и услуг, то есть к ВВП. Итак, посмотрите, у нас в 90-е годы было денег примерно на десятую часть товаров и услуг, вследствие чего сформировался масштабный навес неплатежей. И мы очень серьезно проверяли платежеспособность участников торгов, требовали от них справку из налоговой. Теперь не требуем ничего, не имеем права. Но в связи с тем, что у нас около 3 триллионов рублей просроченная кредиторская задолженность, из статистики кто-нибудь есть? Какая-то просроченная, может, кто знает? Более 18 месяцев, то есть более полутора лет накопленная кредиторская задолженность. Если, смотрите, какой ее большой объем в экономике, да, если вы нарываетесь на такого участника победителя, то явно ваши деньги уйдут в уплату кредиторской задолженности. И не факт, что вам поставят что-нибудь. Но в 90-е годы, что это мы делали, в 2000-е, что это мы делали? Кто скажет, что это такое? Рост коэффициента монетизации, это что? Это мы печатали деньги. Это мы печатали деньги. А если государство печатает деньги, что происходит с инфляцией в экономике? Она растет. Значит, определенный вклад в ту достаточно высокую инфляцию, которая у нас складывалась в 2000-е годы, вносило государство, пытаясь довести коэффициент монетизации до цивилизованной нормы. А цивилизованная норма в европейских, во всяком случае странах, это 60-70 процентов. 60-70 процентов отношения денег к ВВП. В Соединенных Штатах 300 процентов. Но почему? Потому что свободно конвертируемая валюта есть во всех, в любой стране мира, да? В наличном, в наличном виде есть в любой стране мира. Кроме того, мы сейчас скажем, сколько в нескольких странах накоплено золотовалютных резервов. В условиях кризиса, видите, немножечко упал, потому что это был кризис ликвидности, да? Банковский кризис, банковской ликвидности. Но вот уже за эти несколько лет, посмотрите, еще год-два, да? И будет 60 процентов. То есть цивилизованная норма количества денег в экономике. Понятно, что это необходимо для осуществления платежей. Количество денег должно соответствовать вот этой цивилизованной норме. В этом году развивается процесс обесценивания рубля. Мы с вами сказали, что в 98 году рубль обесценился, ну, точно не сказали, на 500 или даже на 600, на 500 процентов, да? Был 6 рублей, стал 30 рублей. В 2000-е годы, видите, положительные столбики. Если сложим все, 50 процентов почти будет, да? То есть рубль укрепился почти на 50 процентов. В 2008 году, за последние три месяца, мы осуществили плавную девальвацию. Какая тогда не плавная? Ну, не знаю. Почти дорос рубль, да? Чуть-чуть укрепился. Скажите, крепкий рубль, дорогой рубль, какими становятся наши товары на мировых рынках? Дорогими они становятся, их не покупают, да? Значит, что мы делаем для того, чтобы... Совершенно верно. Мы же очень боимся, чтобы наши самые бедные, да? Вдруг еще обеднели, да? Поэтому мы обесцениваем рубль. А он все равно укрепился, потому что высокая конъюнктура нефтяных рынков, к нам притекали доллары, и, конечно, рубль немножечко укрепился. И мы вот с нашими слушателями в 12-м году, когда обсуждали этот вопрос, и мы четко сказали, что да, раз укрепляется, следующий год будет какой? Обесценивание рубля. Что и произошло. Что произошло в прошлом году. В этом году все-таки еще обесценивание. Все-таки обесценивание. Но в связи с тем, что снижается конъюнктура, мировая конъюнктура вообще, снижается спрос на нефть, естественно, цены на нефть будут, ну, может быть, будут стабильными или немножечко снижаться. Но, во всяком случае, притока долларов такого, какой был в 2012 году, ожидать не приходится. Вот мы с вами говорили о том, сколько накоплено долларов, да? Пожалуйста, чистые золотовалютные резервы у нас вот сколько, причем немножечко снижаются, видите? В связи с понижающейся конъюнктурой нефти. В Китае триллионов, в Японии, в ЕС, хотя своя валюта, да? Тем не менее, золотовалютные резервы почти триллион. И видите, точечка на карте нам дышит в спину. Хотя экономическая конъюнктура несколько снижается, но, во всяком случае, в 2012 году происходил рост процентных ставок в экономике. По корпоративным кредитам они выросли, видите, почти на 2%, а по потребительским кредитам на 5%. В этом году мы с вами сказали, что по корпоративным кредитам спрос снижается, значит, там, наверное, будет снижение по итогам года, сейчас скажем, какое. А на потребительском рынке все-таки спрос не снижается, и процентные ставки держатся на достаточно высоком уровне. Во всяком случае, посмотрите, насколько прогнозировалось в конце года снижение процентной ставки средней по экономике, это 0, да? Это незначимое снижение. Но считается, что все-таки постепенно тенденция к понижению будет превалировать и опустится ниже 10% процентная ставка в экономике. Видите, как стремительно росло банковское кредитование у нас. В 2009 году кризис нам почти не снизилось. Снизилось, но чуть-чуть, да? Хотя все упало. Ипотечные программы сократились 10 раз. У банков не было денег. За счет чего же кредитование не снизилось? За счет кого? Это кредиты, это кредиты. Акции это одно, а это кредиты. Это только кредиты. Государство, конечно. Конечно, государство. Что сделало государство в конце 2008 кризисного года? А закачало 950 миллиардов, триллион, да? Рублей в нашу банковскую систему. Деньги – это кровь экономики, да? Мы что думали? Наполнятся кровью наши, это банковская система, и у нас все будет более-менее нормально. Они что сделали? Кровопускание – 50 миллиардов долларов, да? Сразу же вывели за границу. Потом долго, значит, спрашивали, как произошло тогда и почему это, но деньги уже ушли. Хотя и наказали, но уже денег нет. Хорошо, это 2009 год, но почему произошло существенное падение в 2010 году? Объема банковского кредитования. Так потому что государство перестало так масштабно вливать кредитные ресурсы, да? А у банков еще собственных ресурсов было немного для того, чтобы осуществлять кредитование. Да и предприниматели, в общем-то, в условиях нестабильности посткризисной не очень были склонны брать кредиты. Зато смотрите, как стремительно все развивалось в последние годы, да? Существенно выросло банковские объемы банковских кредитов, и вы действительно видите, почти на 40% в 2012 году объемы банковского кредитования выросли. Прямо такой бум был, да? Но наряду с ростом, что происходит? А происходит рост задолженности, да? Достаточно серьезные. Сколько это у нас здесь получается? На 100 миллиардов, да? Выросло. За полгода, за полгода просроченное только по ипотечным кредитам. Посмотрите, какой долг у наших граждан перед банками. То есть на триллион рублей выросли объемы задолженности по кредитам физических лиц. И что теперь банки требуют? А банки требуют, чтобы закон о банкротстве физлиц был скорректирован. Чтобы там было не 100 тысяч рублей, да? Вот должен банку 100 тысяч рублей, объявляя себя банкротом. И все. И эти 100 тысяч рублей у банка, да? Улетают. Да. А теперь что? Нет. А теперь давайте побольше. Вот только 500 тысяч можно объявить себя банкротом. Растут сбережения нашего населения. Вы видите, в среднем они так 9-10% составляют. В условиях кризиса 19%. Почему в 2009 году, когда упали доходы, а люди потащили деньги в банки? Почему? А сами не несли в банки деньги? Нет? Нечего было. Нечего было. Ну, получить какие-то проценты, сохранить. Это же на черный день называется, да? Когда все плохо в экономике, люди думают, что будет еще хуже, поэтому что-то нужно сохранить, ну и, конечно, получить доход. Потому что проценты, мы только что с вами сказали, выросли, да? А рост процентов – это сигнал нашим пенсионерам отрывать, да, от питания и нести вот туда, сберегать. Ну вот в 2012 и в 2013 году примерно на одном уровне рост сбережений нашего населения, такой же, как средний в предыдущие годы. Это вот динамика вкладов наших. Смотрите, вот было в 2012 году почти 12 триллионов, да? А на 1 августа, то через полгода на 3 с лишним триллиона больше. Вы видите, какие богатые наши граждане, да? Каждые полгода объем депозитов существенно возрастает. Ну, зато посмотрите, как прирастают по разным объемам депозитов. Больше всего растут депозиты свыше миллиона, ну или чуть меньше миллиона, да? После десятилетия тучных лет, когда мы не имели дефицита бюджета и не осуществляли заимствования, в 2010 году мы вновь начали заимствовать на мировых рынках. Дефолт в 1998 году был объявлен, когда долг, наш долг внешний составлял 144 миллиарда долларов, из которых 110, это был долг СССР, который мы приняли на себя в обмен на приватизацию всей собственности СССР за границей. Я думаю, мы не прогадали. Посмотрите, с каким долгом мы подошли к новому кризису. Причем из тех 144 осталось меньше 40. Мы бы это отдали. У нас были деньги. Но, мы с вами сказали, это был период избыточной ликвидности. Если бы наши кредиторы у нас забрали, да, то вложить они могли бы по какой доходности? Выше или ниже, если денег много? Ниже, конечно. Ну, вот те, которые поступились доходами, значит, они у нас взяли. Ну, а которые нет, вот эти 40 миллиардов почти остались. Зато частный сектор, посмотрите, сколько набрал, в том числе банки. А вот это кто? Что? А вот это же наши гос, да? Естественно, зарубежный кредитор, как рассуждает? Здесь есть государственное участие. Почему бы не давать? Если что случится, да, расплатится государство. Что и произошло. И мы с вами все со своего, так сказать, из своих налоговых выплат заплатили банкам 950 миллиардов рублей буквально за три месяца. Это все улетело. Внутренний долг у нас не очень большой, но посмотрите уже сейчас, какой у нас общий долг по сравнению с тем, который был предыдущий кризис. Мы его уже существенно превысили, да? В том числе и банки наши очень много должны, занимают все больше, чем отдают, вследствие чего долг наш внешний систематически растет. Но вот если в Соединенных Штатах ВВП 13 триллионов, а долг 14 триллионов, то есть 100, почти 10 процентов, да, то у нас всего 14 процентов составляет наш долг государственный. И вот в 2010 году мы впервые осуществили размещение наших евробондов на лондонской бирже, вот на такую сумму. Но спрос, вы видите, в пять раз превысил, хотя доходность, ну, не очень высокая, во всяком случае, по сравнению с 19 процентами греческих облигаций, это немного, но и греческие чрезвычайно рискованные, как мы видим в условиях постоянного преддефолтного состояния Греции. Посмотрите, как оценивает мировое сообщество качество вашей работы, да? Судебная система чуть-чуть получше, но тоже в той же области. Мы только что с вами говорили о том, что все закупки у нас прозрачны, но тем не менее, по прозрачности госполитики, видите, где мы тоже находимся, зато впереди планеты всей мы по сим-картам, да? Ну, с одной стороны, у нас масштабы страны, с другой стороны, у нас компании все никак не договорятся, чтобы была одна, да, и мы вынуждены иметь несколько. Это не мобильные телефоны, конечно, а сим-карты. Но, тем не менее, это тоже говорит о том, что информационная экономика формируется и в нашей стране достаточно активно. Мы боремся с коррупцией, у нас есть закон, все принимали на всех уровнях концепции мероприятия по борьбе с коррупцией, и они действительно дали свой эффект. Вы видите, да? Так, и еще мы переместились, мы в прошлом году, мы переместились еще на 5 пунктов вверх, то есть мы не на 130, а на 128 месте находимся по индексу борьбы с коррупцией. Наши соседи, мы находимся все равно в зоне достаточно высокого коррупционного риска. Мы уже сказали, что 2000-е годы тучные, бездефицитный бюджет мы принимали впервые с 2000 года и систематически получали профицит, то есть превышение доходов над расходами. Это нам позволило сформировать сначала стабилизационный фонд, потом мы его разделили на два. Первый – это резервный. Резервный фонд для чего предназначен? Ну какой случай? Какой именно? Нет. Чрезвычайная ситуация. Какая чрезвычайная ситуация? Банки дайте денег. Нет. Нефть. Вот. Наша экономика сырьевая, экспортоориентированная, нефтезависимая. Поэтому нефтяная конъюнктура чрезвычайно воздействует на нашу экономику. В 2009 году, когда цены на нефть упали, доходы госбюджета сократились на 40%. А нас всех кормить надо? Значит, за счет чего? За счет дефицита, который покрывается в том числе за счет резервного фонда. А вот второй фонд, он называется фонд национального благосостояния. Для чего он предназначен? Ну, скажу тогда, как он предполагали его назвать. Фонд будущих поколений. То есть это вот для наших детей, да? Мы качаем, отправляем, получаем, складываем. А в ноябре 2008 года, с сентября, да, прошло сколько времени? У нас в обоих фондах было 7 триллионов рублей. Путин сказал, в ноябре 2008 года мы потратили на поддержку экономики 5 триллионов рублей. Откуда взяли? А больше нет? Нет, конечно, мы выгребли все из регионов, да? Если вы помните, тогда Чуб говорил, что у нас денег ни на что нет, только на чрезвычайную ситуацию. Мы закрыли тогда инвестиционные программы. Даже нам, пилотному центру, администрация, мы обучили что-то там 120 человек, и нам 180 тысяч рублей остались, должна. Администрация заплатила только через два года. Но заплатила. А тогда вот деньги все эти ушли. Конечно, ушли. Но явно их было недостаточно. Так же явно, что это были вот из этих денег. Поэтому качали, отправляли, собирали. Очень быстро. Но тем не менее, у нас уже сейчас, посмотрите, сколько в резервном фонде, в фонде национального благосостояния, почти по 3 триллиона рублей уже накоплено. Если помните, вот мы говорили, 12-й год была очень такая нестабильная ситуация, слухи, 60% составила вероятность второй волны. Владимир Владимирович тогда говорил, не волнуйтесь, все в порядке, у нас есть подушка безопасности. Вот эти 6 триллионов рублей, это наша подушка безопасности. Единственное, что она в два раза тоньше, чем у нас была в 98-м году. На 14-й год планируются доходы и расходы, соответственно, и дефицит бюджета у нас полпроцента, планируемый на 14-й год. Но положительная сальда нашего бюджета, голубенькая, да? Если мы вычтем нефтяные доходы, то получим фиолетовый, то есть в отрицательной области. Хотя мы говорим бездефицитный бюджет, да, но только за счет нефти. Поэтому сейчас ставится задача довести вот этот не нефтяной дефицит бюджета до 4%. В ВВП в результате будет обеспечена более высокая финансовая стабильность нашего государства. С 12-го года реализуются некоторые инновации в нашей сфере бюджетной. Это прежде всего отлучаются регионы от материнской груди Центробанка, да? Вы видите, во сколько раз снижаются кредиты регионам? Значит, теперь регионы не могут брать кредиты в Центробанки. Да куда они идут? Коммерческие банки. То есть растет спрос, да? Если растет спрос, то что делают коммерческие банки? Петербанки. Что? И стало ощущаться у нас с 12-го года, когда начала расти процентная ставка в экономике, в том числе и за счет роста спроса регионов. Ну, уже знаете, законопроект обсуждается о снятии глав регионов за дефицитность бюджетов. Ну и уже с 12-го года не предоставляются вот кредиты на такие нужды регионов. Конечно, регионы могут осуществить внешние заимствования, не идти в коммерческие банки. Но для этого нужно что? Два агентства, чтобы проанализировали платежеспособность по 500 тысяч долларов, им нужно заплатить, если не больше. Ну и, в принципе, должны быть достаточно платежеспособными. И у нас, видите, только 6 субъектов наших, в основном добывающих, имеют право выхода на мировые рынки. Заимствование, вы видите, даже меньше 200 миллиардов рублей. Корпоративные карты вы теперь получаете вследствие того, что они были введены с прошлого года. Достаточно существенная экономия, видите, наблюдается в нашей экономике за счет того, что кассиры не ходят, да не ездят, охрана и так далее. Наряду с замедлением темпов экономического роста осуществляется замедление и инвестиционных процессов нашей экономики. Хотя 2000-е годы – это были годы инвестиционного бума. Мы с вами говорили, что основной причиной существенного падения нашей экономики в условиях кризиса являлось ее промежуточное положение между двумя зрелыми системами, то есть сохраняющиеся ее трансформационные черты. А в принципе мировое сообщество считало, что Россию кризис вообще не затронет, потому что там это ипотечные рынки были, да? И в результате, посмотрите, сколько к нам притекло иностранного капитала в 2008 году за полгода. Все считали, что Россия – это тихая гавань для мирового капитала, в которой можно отсидеться в условиях высокой турбулентности во всех других странах. Но как только упала цена на нефть, и наша экономика тоже попала в эту зону турбулентности. И в условиях кризиса инвестиции у нас существенно тогда снизились, потом стали расти, хотя с переменным успехом. В прошлом году мы планировали 6,5%, но сократили меньше 5% все-таки, но за первое полугодие, вы видите, минус получили в инвестициях. И я думаю, что по итогам года у нас тоже будут отрицательные темпы прироста инвестиций. Но мы достаточно серьезно вкладываем и за рубежом, вы видите. И официально, но и особенно в офшорах. Посмотрите, какие деньги вывезены из России. И частично, значит, уже утраченные на Кипре, да, вот сдвинули в сторону американской зоны, да, офшорные капиталы, Сайшелы, Каймановые острова и так далее. Вот как хорошо росли инвестиции в 2000-е годы, упали в условиях кризиса, понемножечку растут. В 2012 году хороший был темп прироста, но в 2013 уже минус. Причем у нас сложилась ненаблюдаемая нигде в мире траектория инвестиционной активности, в которую существенный вклад вносите и вы. Конечно, зимние падения, рождественские каникулы есть везде в мире, летние отпуска есть везде в мире, но нигде нет декабрьского всплеска. Десять дней не работаем, да? Понемножечку начинаем раскачиваться. Пришло лето, после отпусков выходим, начинаем, а тут приходит декабрь, оказывается, да? И мы начинаем все быстренько размещать, да? Все, управились, опять падение. В результате, ну вот по этому году еще в декабре нет данных, а по прошлому году, посмотрите, в секунду, в секунду столько обращений. Какой сайт это может выдержать, скажите мне, пожалуйста. Ну и вот всего на нашем сайте вы видите, сколько организаций пользователей. Мы говорим об инвестициях. Конечно, мы осуществляем модернизацию нашей экономики, прежде всего технологическую, и она требует существенного роста нормы инвестиций. У нас она до кризиса 2008-го была 22, упала в условиях кризиса и так и не поднимается, хотя нужно вот столько, как говорят ученые. В Китае 40-45% составляет нормы инвестиций. Нам до такой далеко, но мы уже собираемся повысить и так постепенно, ну хотя бы до 30, довести с тем, чтобы создать за 20 лет 25 миллионов новых рабочих мест. У нас занятость около там 73 миллиона. Значит, это треть, да, рабочих мест мы должны создать либо заново, либо радикально модернизировать за вот эти годы. Во всяком случае, в прошлом году вновь произошло повышение налогового прессинга. В 90-е годы налоги и взносы социальные фонды у нас составляли около трети ВВП. В 2008 году чуть-чуть повысились, хотя мы в 2000-е годы снизили, да, налог на прибыль с 35 до 24%. Единые социальные тогда платежи, единый социальный налог с 36 до 24%, НДС с 20 до 18%. Значит, что должно было произойти с долей ВВП, налогов ВВП? Она должна была упасть, она выросла. Почему? Чаще стали платить. Кто стал платить? С чего стали платить? Вот, совершенно верно. Стали выходить из тени, да? Налоговое время снизилось, и предприниматели стали выводить постепенно из тени. В результате повысилась собираемость налогов, и доля ВВП выросла. В администрации Рейгана советником был известный экономист, ученый Альфред Лафир, который вошел во всей экономике с вот этой своей кривой. Вот это у нас 100% дохода, 100% дохода на уровне общества. Доход на уровне общества. Все, что мы произвели, это что в стоимостной форме? Это что? ВВП, совершенно верно. Это ВВП. Здесь откладывается ставка налогов. Сюда откладывают абсолютные суммы поступления налогов в государственный бюджет. Вот Лафир показал, что максимизация поступлений налогов, видите, экстремум функции достигается, когда налоги не превышают примерно третий доходов. Мы в этой области, и даже 37% это тоже недалеко от третий. Но, но, значит, когда наши предприниматели все сдают в статистику, она посчитала все, да, а потом еще к этому чуть-чуть прибросила, чуть-чуть это 25%. Чего это мы прибросили? Те, которые в тени. Те, которые в тени, совершенно верно. Мы добавили теневой оборот, мы добавили теневой сектор. Это справедливо. Это же на территории нашей страны, да? Но единственное, что это так, на уровне 25% оценивает уровень теневизации наша статистика, да? МВД дает 40%. Один из моих аспирантов считал по уровню теневизации по старому нашему большому ЮФО у нас было 44%. Ну, а теперь от нас вот отошли, да, эти северокавказские республики, значит, мы приблизимся к 40%, наверное, да? Значит, значит, вот здесь на четверть, во всяком случае, по статистике сидит теневой сектор, с которого никто налогов не платит, да? Значит, налоговое бремя на законопослушных налогоплательщиков будет более высоким. И Сергей Юрьевич Глазев дважды выступал у нас в университете, оценивает его на уровне 44% производимого законопослушными налогоплательщиками ВВП, то есть выручки примерно. 44% выручки это еще все-таки очень много, поэтому предприниматели все время плачут и просят снизить налоги. А мы что сделали? В условиях кризиса мы действительно поддержали предпринимателей, снизили на 4% налог на прибыль и на 10% налог на вмененный доход по упрощенной системе. Но в 2011 году мы увеличили страховые взносы на 10% и в прошлом году мы повысили с 14 тысяч до 32,5% почти платежи в страховые взносы индивидуальных предпринимателей. А в результате у нас 600 тысяч предпринимателей индивидуальных самоликвидировались. И вместо того, чтобы получить плюс, плюс в бюджет, мы же повысили, значит, мы должны были получить плюс, а мы получили что? Минус. Миллиарды. Миллиарды мы минус получили. Еще вот раз мы уже с вами говорили о том, что экономика очень тонкая вещь. Решение в макромасштабе надо принимать чрезвычайно осторожно, учитывать ситуацию не только во всей экономике, но и в конкретной сфере и даже в конкретном регионе. Например, вы все знаете, что у нас молодые семьи, имеют право на земельный участок. Молодые семьи с детьми имеют право на земельный участок, да, там двое детей. Нач... Нет, трое детей, трое, трое детей, трое детей. Так, там где у нас Северная Осетия или в Дагестане. В Дагестане у нас сколько детей на семью? Детей. Там каждой семье надо дать, да? А земля там есть? Город и море. Представляете, какая возникает конфликтная ситуация. Семья приходит, я имею право, вот закон, а землю эту нужно от кого-то отобрать. Поэтому, еще раз повторяю, чрезвычайно тонкая вещь. И если вы будете работать в каких-то управленческих органах, должны очень хорошо знать экономическую теорию. Поэтому приходите к нам учиться. У нас есть, наверное, вам уже Вячеслав Витальевич говорил, руководитель программы магистрской экономикозакупок, все контрактные управляющие по новому 44-му закону должны иметь профессиональное или дополнительное образование. Вот это профессиональное образование в сфере закупок. Пожалуйста, приходите, у нас есть даже бюджетные места. В прошлом году все желающие у нас поступили на бюджетные места. Вот обращаться или к Елене Федоровне, или к Вячеславу Витальевичу. Мы поняли, да, что несколько поторопились с увеличением и что приняли в конце прошлого года с 1 января до 300 тысяч рублей индивидуальные предприниматели будут платить немножко больше, чем было раньше, на 5 тысяч, но все-таки не 32. Это в год? В год, да, да, в год. А они свыше дохода платят по той же самой схеме. На них не распространяется эта новация. Кризис, как мы с вами сказали, это санация, это банкротство, но в то же время кризис выполняет и творческую функцию. Каждый кризис был преодолен через изобретение чего-то нового. Великая депрессия была преодолена через массовое распространение чего? Какого изобретения? Двигателя внутреннего сгорания, да? Кризис 70-х годов был преодолен через что? Через изобретение чего? Ну вы же уже были свидетелем. Компьютером, совершенно верно. Значит, какой мы с вами можем сделать вывод? Нынешний кризис, да, какой-то вечный двигатель будет изобретен. И Россия имела достаточно уникальный шанс перейти на инновационный путь развития, но цены нефть, на нефть достаточно высокие, поэтому особого стремления к инновациям пока не наблюдается. Хотя модернизация это обновление всех сфер нашей общественной жизни. Переходим к проблеме, которой мы с вами все занимаемся. Значит, вот мы с вами сказали, что первым шагом правительства по преодолению кризиса была закачка в экономику почти триллиона рублей, точнее, в банковскую сферу. Но не получилось. Банки плохие. Банкам больше давать не будем. Давайте давать предприятиям. Напрямую. И далее самому бедному Дерипаске 4,5 миллиарда долларов. В ноябре 2008 года, когда подошел срок оплаты этого кредита, залогом которого были 20% в Норильском и Никелеакции. Не отдали никому, заплатили. Но тоже оказалось, что денег не так много, а предприятий-то, мы с вами сказали, у нас почти уже 6 миллионов, да, и каждый находился в сложном положении. И вот тогда поняли, что такая индивидуальная селективная поддержка неэффективна. давайте тогда все-таки на конкурсной основе через бюджетные заказы. То есть мы на собственных ошибках, да, пришли к выводу о том, что надо использовать институционализированный, законодательно установленный, жестко определенный инструмент, каким являются государственные закупки, которые обладают достаточно высоким, по моим оценкам, примерно пятикратным мультипликационным эффектом. Это значит, что если объемы бюджетных средств на закупке растут, ВВП растет, экономика растет пятикратно. Если снижается на 130 миллиардов, мы снизим в этом году, значит, ВВП снизится, умножьте на пять, шесть и пять десятых, да, ой, миллиардов рублей недополучит экономика только из-за того, что мы сократили вот эти государственные, государственные, государственный спрос, который должен, на который должна была дать экономика предложения, то есть развиваться. Вот действительно это так называемый Кенсианский Крест, который показывает, как мультипликационно воздействуют государственные закупки на производство, кому интересно будет, посмотрите. Но помимо этого они обладают еще другими эффектами, прежде всего антикоррупционным, как предполагалось, и первый 305-й указ Гельцина еще был, как он назывался, кто знает, уже изучали, о мерах по борьбе с коррупцией. То есть этот инструмент рассматривался как антикоррупционный, но оказалось, что он является почти наиболее коррупционно генным. Поэтому преодолеть это можно лишь только через открытость, о которой мы с вами все уже говорили. и через включение общества во все эти, во все наши процедурные вопросы. Вы должны понимать, что, наверное, фильм «Елки-3» смотрели, это фильм о чем? Это фильм о краудсорсинге, то есть о взаимодействии, очень быстром взаимодействии людей через интернет, через информационные технологии. Каждый ваш шаг может быть достоянием общественности, и вы об этом должны всегда помнить. Должны всегда помнить. в качестве задней спорный вопрос. В качестве? Конечно, спорный, конечно, спорный, достаточно спорный, но мы все-таки, мы же все, я понимаю, но мы же все-таки с вами боремся за качество, да мы же должны как бы соблюдать соотношение цены и качества, мы должны за это бороться, поэтому я же вам еще раз говорю, теоретически на что нацелены государственные закупки, вот я вам сказала, экономическая теория говорит о чем, пятикратный эффект дают на экономику, антикоррупционный эффект должны, потому что прозрачный, потому что все все видят, качество должно быть высокое удовлетворение общественных потребностей, ну а мы получаем совершенно другое, когда-то мы работали с детскими домами, вот фонд содействия, дети хотят вот такое платье купить, вот они ходят, даже не сами руководители, детей выбирали, дети выбирали, а на этом не получается, на конкурсе тогда еще на конкурсе не получается, потому что низкую цену дают такие, которые совершенно некачественная продукция, да, сложно это все, но стремиться к этому нужно, как и социальные цели, это в основном общественный сектор, который целиориентирован на снижение бедности, многие функции выполняет система закупок, в том числе и ценового регулирования, да, должна была бы выполнять функцию ценового регулирования, но мы с вами покажем дальше, что снижение цены на 5%, да, на 1%, это, как юристы говорят, ничтожно, да, никакого значения в регулировании цен не имеет, хотя, тоже теоретически функцию такую бюджетные закупки выполняют, но это вот практически, посмотрите, какая экономия, была достаточно существенная, вот в 12-м году только немножечко снизилась, ну, а этот рост экономии может быть был связан не с ростом процента экономии, а с ростом объемов бюджетных закупок, скорее всего, скорее всего, организация, вы видите, 11% участвует из всего общего числа организации у нас, пилотный центр является не только образовательным учреждением, подразделением университета, но и научным, и мы проводим, вы, наверное, видели, преподаватели наши, хотя и молодые, но профессора, доценты, самый нижний уровень квалификации у нас, это магистр экономики. Мы анализировали закупки в Ставропольском крае, в частности, вот в Турновском районе, и вы видите, что три четверти закупок осуществляются не через конкурентные способы закупок, хотя доля, это у нас в Ростовской области, доля электронного аукциона существенно растет, доля электронного аукциона, но что показали наши исследования в Ставропольском крае, они показали, что вот за эти три года степень конкурентности, вы видите, как снизилась, существенно снизилась степень конкурентности рынка закупок, а это ведет и к снижению процента экономии, безусловно. Это наш общероссийский сайт, мы с вами уже сказали, как много участников, видите, более миллиона имеет электронную цифровую подпись сотрудников, заказчики, это вы все на общероссийском портале, совокупная экономия и вот жалобы, да, вы видите, есть красненькая, необоснованные жалобы, и их доля немножечко растет, ФАС считает, что жалобы необоснованы, причем в центральном аппарате доля необоснованной жалоб существенно выше, наверное, потому, что доходят до центрального аппарата, до ФАС России, только такие уже, которые прошли предыдущие этапы. Бюджетные закупки, эффективность их обеспечивается через повышение доступности в условиях кризиса, для малого бизнеса мы стали дробить лоты и каждые и увеличили лот для малого предпринимательства и долю увеличили для малого предпринимательства, но по некоторым товарам, например, молоко у нас фирма на лугу у нас в Ростовской области, она выживает, молочный завод выживает только за счет губернаторской программе маленькие татаро-пакетики школьникам, только за счет этого может выжить. Поддержку отечественного производителя, да, в условиях кризиса на АвтоВАЗе можно было закупать без торгов, и сейчас вроде как 15%, но очень сложная это очень такая опасная тропа, значит, ФАЗ может все-таки вас уличить в том, что вы даете преференции. 223-й, в результате у нас увеличилось объем, вы видите, до 14 триллионов, это 20% нашего ВВП, осуществляется перераспределение фактически, да, через государственные закупки. квота малого бизнеса выросла, значит, мы должны повысить прозрачность через электронные аукционы, вот теперь и конкурсы в электронной форме, через повышение квалификации госслужащих. За 15 лет мы повысили квалификацию, если не ошибаюсь, уже 20 тысяч госслужащих. У нас столько в Ростовской области и в 10 раз нет, да, нет, столько госслужащих. Но происходит такая быстрая ротация, что к нам непрерывно приемли. Кроме того, происходит непрерывное изменение законодательства, и даже те, которые учились в декабре прошлого года, уже на февраль идут опять, потому что 90 страниц поправок, да, опять самим изучить эти 90 страниц, конечно, достаточно сложно. Поэтому государство без работы пилотный центр не оставляет. Ну и доступ малого бизнеса. Преференции, о которых я вам говорила, это предприятие нашей системы исправления наказаний, и все равно, хотя 15% в цене контракта дает, но не выше начальной максимальной цены контракта и регулируется правительством, но эту преференцию это вы обязаны устанавливать. Наиболее коррупционные сферы размещения закупок это строительство, это дороги, это ремонт, это медицина наша, да. наше исследование, наше исследование показывают, что треть закупок реализуется, ну, почти треть, с нулевой экономии. Если приходят с проверкой к вам из Круда или из других органов, что они будут проверять? не документацию, потому что примерно такую долю составляют откаты, да, они будут проверять нулевую экономию, они будут проверять торги с нулевой и минимальной экономией. Вот там, где большая экономия, там вряд ли будут проверять, а вот с нулевой экономией, скорее всего, будут проверять. Обязательно учитывайте, что риски неисполнения контрактов существенно более велики, видите, у фирм, которые имеют срок там жизни один-два года, более высокие риски. Другие фирмы, старожилы в отрасли, они с меньшими рисками, исполнения контрактов идут. Мы создали в самом прозрачном мире систему закупок, но наряду с этим мы создали и самую прозрачную в мире систему торгов государственным имуществом, потому потому что с 2011 года все торги на продажу колеса, стола и всего прочего должны проходить только через вот этот, как и наши закупки, через общероссийский сайт, а с 2012 года и земельные участки торгуются только на этом сайте. Это наш сайт пилотного центра госзакупок, где вы можете получить по горячей линии ответ всегда, если вам нужно, и оставить вопрос ваш, на который мы тоже постараемся ответить достаточно быстро. Главный принцип 44-го ФЗ, главный принцип контрактной системы, единой контрактной системы, которая объединяет весь цикл закупки, начиная от планирования и до инфорсмента, то есть контроля контракта, исполнения контракта, это принцип профессионализма заказчика, что требует повышения вашей квалификации, либо получения других документов, о которых мы с вами уже говорили. У нас есть немного времени на некоторых остановиться экономических проблемах. Рынок госзакупок объединяет государство вас, с одной стороны, но вы себя хорошо знаете, а вот вторая сторона это предпринимательство, о нем мы с вами немножечко поговорим. Предпринимательство это инициативное, по собственной инициативе начинайте, вот сами там и барахтайтесь, да, никто вам ничего не должен. новационное, предприниматель новатор, в отличие от бизнесмена, бизнес это любое дело, предприниматель начинает что-то новое, новый товар, новый рынок, новые финансовые возможности, да, у нас теперь микрофинансовая организация, да, кредиты на каждом углу можно под 200% взять под заработную плату, да, и стремительно растет доля этих микрофинансовых организаций, которые тоже свидетельствуют о том, что растет предпринимательство у нас. новаторы. Что? Предпринимательство это фактор производства, да, конечно, это очень значимый фактор современной рыночной экономики, да. Дальше новационная деятельность в целях максимизации прибыли. Ничего, никаких альтруистских целей предприниматель не преследует. Все предпринимательство целиориентировано только на максимизацию прибыли. Прибыль в экономической теории представляется следующим образом. Q-quantity количество, выпуск, объем, C-cost издержки, P-price цена, вот этот крючочек Maginal Cost, предельные издержки, average total cost, средние издержки, и в условиях совершенно конкурентного рынка цена устанавливается вот на этом уровне. Что делает наш предприниматель? Мы сказали, он же новатор, да, он что-то новое вводит. Новый станок покупает, да, новый станок более производителен, то есть на единицу выпуска у него издержки снижаются, да, а все остальные 99 фирм в нашем совершенно конкурентной отрасли производят на том же уровне. Цена остается прежней, наш предприниматель получает вот этот кусочек, он называется экономическая прибыль или предпринимательский доход, на максимизацию которого и нацелена деятельность предпринимателя. Но в современной экономике рыночное соотношение определенных и неопределенных факторов составляет 30 к 70. 30 это определенные, 70 это неопределенные. то есть это экономика с очень высокой степенью риска. Для того, чтобы оценивать эту высокую степень риска, надо обладать вот этими уникальными предпринимательскими способностями, которые составляют фактор производства. По самым широким оценкам предпринимательскими способностями обладает не более 10% трудоспособного населения. эффективными предпринимателями являются не более 4%. Поэтому, если вы намерены оставить государственное место, подумайте, входите ли вы в эти 4% эффективных предпринимателей. Значит, нужно правильно оценивать степень риска. риск это вероятность потерь по сравнению с планируемым уровнем дохода. Оценивается риск вероятностью различного уровня потерь. Первый уровень потерь это обычные потери усушки, утряски и так далее. То, что мы называем естественная убыль и относим на себестоимость. Второй уровень потерь это достаточно высокая степень вероятности. Максимальная степень вероятности какая? Что вы ужинать сегодня будете? Обедать? А вот ужинать? Какая степень вероятности? Ну, 100% или единица? Единица. Ну, вот допустимые обычные потери это вероятность 0,8 примерно. Второй уровень потерь и это допустимые потери и это потери вот той экономической прибыли, которую мы с вами только что смотрели. Предполагали, что получим ее, а оказалось нет, все так ввели эти новые станки и мы получили только нормальную прибыль, а вот этой предпринимательской выше, чем у всех не получили. Следующий уровень потерь это критические потери. Критические потери это потери всей выручки от реализации. Там позавчера у нас была хорошая погода, тепло, стояли помидоры у нас на улице продавали, не отнесли, думали, будет такая же погода, а сегодня мороз, все наши помидоры померзли, мы потеряли всю выручку от реализации продукции. Есть вероятность, есть, но достаточно низкая. И, наконец, последний уровень потерь, четвертый, это катастрофические потери или потери всего имущества и банкротства. Есть вероятность, есть, но очень низкая. Кривая вероятность потери или кривая риска имеет вот такой симметричный вид относительно обычных потерь, потому что отсутствие потерь, видите, маленькие потери маловероятны, будут усушки, утряски, но и катастрофические потери тоже маловероятны, тем более, что есть разные способы снижения риска. Прежде всего, это диверсификация, то есть расширение ассортимента. Сегодня у нас мороз, мы производим валенки, а завтра у нас дождь, мы производим резиновые сапоги. Там не получили, здесь получим. Диверсифицированный ассортимент. Второй способ это хеджирование, страхование риска в различными способами, ну, конечно, первоначально этот термин относился к валютным рискам, но сейчас в отношении всех способов страхования понимается. Дальше это финансовые фьючерсы, то есть продажа контрактов на поставку будущей продукции. В 95-м году, по-моему, Ростовский тогда государственный университет разрабатывал концепцию социально-экономического развития Ростовской области, я занимаюсь еще региона аграрной экономикой и отвечала за АПК там. Мы предложили создать у нас в городе зерновую биржу. Если бы такая биржа была, сейчас вот в феврале там крестьянин приходит, да, продает контракт на 100 тонн пшеницы такой-то, да, по такой-то цене, с поставкой, да, в июле месяц. По какой цене он продаст? Ну, средней, которая сейчас, да, сложилась. Что может быть летом? Летом может быть урожай и цена упадет. Крестьянин выигрыши, да, он по более высокой продаст. Но может быть и не урожай, да, цена вырастет, а он вроде немножко проиграл. Но при любых условиях если есть такой институт, как зерновая биржа, предприниматель, крестьянин фермер имеет свои собственные деньги, это не кредит, да, это его уже заработанные как бы в будущем деньги, которые он может использовать на посевную компанию и дальше. Весь земледельческий мир работает так. 1870 год Чикагская зерновая биржа была создана. 2014 год и зерновой биржи нет. Предполагали создавать у нас, да, и даже по нашим с вами биржевые торги у нас должны были быть по 94 фазе еще. И даже нефтяную биржу создали в Санкт-Петербурге. Сколько там проходило торгов? 4%. 4% всего нефтяного оборота шло через биржевые торги. И не более того. Поэтому эти торги, форму торгов отменили. Но это была нефтяная, зерновой так и нет. Нигде. Через московскую валютную биржу осуществляются закупки во всяком случае в государственные с нежеланием создавать? Ну по разным причинам. По разным причинам. Я предполагаю, что нам не удалось тогда реализовать этот проект, потому что зерновой рынок находится на втором месте по уровню криминогенности после алкогольного. нефтяники даже идут дальше за зерновым рынком. Ну и другие, конечно, причины. Одной из важнейших причин является, на мой взгляд, тот, что в 91-м году у нас были созданы зерновые биржи и проходили торги. Но что делало государство? А государство покупало по цене в 2-3 раза более высокой, чем сложилось на на рынке, на бирже. Купило как бы, зерно забрало, а деньги отдало через полтора года, а инфляция в 91-м году 2680 процентов. Крестьянин получил гульки нос. Естественно, биржи все разорились. и как институт перестали существовать, хотя начиналось их создание. Ну и последний способ это самострахование, то есть создание резервных фондов по законодательству об акционерных обществах. Они должны у нас иметь вот такой резервный фонд для некоторого страхования риска. Ну и остальное почитайте тогда. Единственный момент, посмотрите у нас здесь хозяйственные товарищества, да, трио наиболее рискованная форма. Никакой ответственности практически не несет, да, и то ничего может не быть в строительной ферме, да, компьютер, стол, стул, директор, главбух и арендованное помещение и строительная фирма побеждает в наших подрядных торгах. Поэтому вот если предполагаете, то нужно все-таки как-то проверять.